Они дрались. Кто, блядь, дрался-то? Этот, как он? Граф Артём Граф и... Этот, как он? Мафани дрались? Что прям драка жёсткая была. А где дрались-то? Заруба, пиздец, прям жёсткая была, да? Такрил заруба. Так, а чё, а чё? По поводу чего? А что? Что случилось-то? Он у него девушку увёл. На стриме Мафани вроде бой провели. А это разве разрешено вообще драться на стримах там и так далее? Э, блядь, не понял сейчас. Э! Так, стоп. Сейчас не понял. Сейчас не понял. По-моему, у меня украли картинку. У меня украли картинку, ребята. Реально. У меня украли картинку. Да? Да. Да. У меня украли картинку. Сейчас покажу, какую. Короче, вот, смотрите, у меня украли картинку. Есть паблик под названием Катарсис. Знаете такой паблик? У него 276 тысяч просмотров. 276 тысяч. Не знаете? Ладно. Короче, вот паблик. Катарсис. Видите вот этот? Вот эту картинку. А теперь сюда. Внимание сюда. Впервые, конечно же, она появилась. Знаете где? В моем паблике, в пожилой хуете. Вот она. Знаете почему? Потому что это я ее нахуй сделал. Это я ее сделал. Это моя, сука, картинка. Это я сделал скриншот. Вот так вот ее вырезал. Обрезал точнее, да? И как она попала, блядь, в другой паблик? Я еще не понял. Я не понял. В смысле? Что за фигня? Ээээ. Ну реально. Палил секретный ТВ. А, блядь. Ааа. Ой, суку. Стоп, стоп, досмотри до конца. Лолский Маркет это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно. А если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Тот самый чел, который 10 лет назад выставил видео на YouTube купить биткоин, тогда ему не верили. Выставил 4 дня назад видео покупать снова биткоин. Дед, вкладывай бабки. Блядь, ну... Слушай, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Слушай, мне кажется, даже такие, как он, могут ошибаться. Вот. И, возможно, в этот раз он ошибается все-таки, нет? Ну, как бы, биткоин уже вырос в цене. Надо ждать, наоборот, когда он упадет еще немного. И тогда, может быть, можно будет покупать. Да, но столько точно будет. Вот прям 100%, да, блядь? Не знаю. Возможно, я не знаю. Не знаю. Нет. Я жду, когда тон, 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 тонкоин упадет. Хотя бы до 2, 2,9, 2,8. Вот так вот, 2 бакса и 8, 8 центов. И я его куплю. И я его куплю. Антон, нет, тон, просто тон. Нет, не дон. Тон... Тээ, буква, блядь. Тонкоин. И вот тогда, да, он в будущем тоже точно вырастет. Когда-нибудь этот тонкоин, вот это вся телеграм-херня, короче, от дурова и так далее. Вот, учитывая, что там дуров планирует в будущем с помощью этой монеты. То, соответственно, она должна вырасти. И, кстати говоря, помните вот эта тема с ноткоинами? Я их недавно продал половину. У меня их 600 миллионов. Я 300 миллионов продал за 1000 долларов. Я получил 100 тысяч рублей, по сути, просто с нихуя. Я половину продал. Это только половину я продал. Еще половина у меня остается на счету. И я вот думаю, продавать или ждать, когда они там... Там они должны на какую-то биржу вроде еще релизнуться или как это хуйня называется. Вот. В итоге, как бы, да, что так мало? Ну, а что ты хочешь-то? Это монета, которую я получил из воздуха. Благодаря вам. Вы кликали, я кликал. Соответственно, это все вот... Вы накликали, и я получил. Пятерка миллиард продал? Да, но у меня миллиарда не было. У меня 600 миллионов. Вот у него чуть больше. Отдавай. Так, если отдавай, блядь. Вы же тоже кликали. Вы зайдите в этот ноткоин. Там можно сейчас это все продать. Вы что, не знали? Кто, соответственно, во всем этом принимал участие? Вы можете теперь это продать. Нет, ну вот зря, нахуй. Вы зря вот тогда, блядь, не делали этого. Зря, зря. Вот теперь, как и обычно, блядь, криптовалюта, это вообще такая сука. Каждый раз жалеешь о том, что не сделал тех или иных каких-то действий, да, чтобы заработать денег. Вот сейчас, я думаю, многие из вас тоже таки сидят, блядь, а вот надо было кликать сидеть. А как продать? Ну как, как заходишь в эту херню? Вот этот вот ноткоин, вот это вот приложение в телеге. Плагин или как оно называется? Соответственно, нажимаешь кнопку играть, соответственно, запускается вот эта вот штука. О, мне тут как раз накапало немного монет. Причем можно продолжать. И вот тут кнопка появилась. Вот, вот тут вот, 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 трейд называется. Нажимаешь на этот трейд и вот здесь, вот, ноткоин премаркет. Там нажимаешь ноткоин, стрелочка такая, написано ваучер. Нажимаешь на него, дальше эти ваучеры по 10 миллионов там надо выставлять. Ну, опять же, 10 миллионов вам надо как-то накликать. Вроде как. И ты продаешь это в эти самые уже не ноткоины. Ты ноткоины продаешь в тонкоины. А тонкоин можно внутри вот этого кошелька, который в телеге, перевести уже в доллары. Крипто скам? Не, нихуя не скам. Я уже, я уже получил косарь долларов. Именно я уже в доллары эти деньги перевел. Сложно похуй. Ну, блядь, похуй так похуй. Вот, по жизни ты не добьешься успеха. Если тебе даже это сложно выполнить. Что ты тогда вообще собираешься делать в будущем? Алло. Пурфы давай пиздобол. Сысли, Пурфы дебил, блядь. Братишкин у себя в ТГ написал. Пятерка, блядь, что они уже вывели. Братишкин 400 тысяч рублей вывел. 400к! Ну, у него там я не знаю сколько было. Больше миллиарда, наверное, этих монет. Да. Я лучше листинга подожду. Но я вот половину оставил. Я не знаю, правильно ли я делаю. Я половину вывел, половину оставил. На так называемый листинг. Вот эти вот 300 миллионов. Тонкоин нужно уже сейчас покупать, так как он будет сейчас только расти. Нихуя. Он стоил 4 бакса, сейчас упал до 3,5. Потом опять... Пока я спал, он поднялся до 4 долларов. Снова. И за час опять рухнул. Короче, вот туда-сюда, вот так вот сейчас. Я не знаю, что с ним, блядь. Поэтому сложно. Купленов на стриме показал свою кошку по имени Муся. Значим с главной новостью. Кошка. Ебать она. Да часы зацепились. Смотрите, какая большая кошка. Вот это ее начало. А вот это ее конец. Вот я держу ее на вытянутых руках. Вот это Муся-колбаса. Муся-колбаса. Ну-ка, Муся, дай я тебя возьму как следует. Вот такая кошка. Во! Во какая кошка, смотрите. Смотрите, какая кошка большая у меня есть. Какая большая у меня кошка. Не, ну нормально, кошка такая, знаете, спокойная. Типа, я бы вот так бубу поднять и показать я бы не смог. Она бы меня отхуячила сразу просто уже. Вот. То есть она как бы может посидеть на руках, но совсем недолго. Вот. Она потом сразу начинает сопротивляться и не нравится, блядь. Она не любит. А здесь просто как шарф наху какой-то в руке как будто держит. Вообще, то есть ноль эмоций. Тебя вот так в руки взяли. Что у тебя происходит вообще? Мне кажется, этого кота, кошку эту, которую куплено, можно на шею вот так положить, и она будет висеть. Так, смотрите, висеть, блядь. Муся. Муся кодово имя колбаса. Я вообще насраю. Пиздец. Просто головой вертит. Все, Муся, можно идти. Замурчала. Она мне слышно. Муся, Муся, Муся. Ой, бля. А где Буба? Не знаю, где-то там гуляет. О! Нормально, чё, нет? Чё это такое вообще? Похож? Но только там, я помоложе, скажем так, буду. Но мне кажется, вот в будущем примерно так я и буду выглядеть, походу. Пиздец. Вот когда снимали этот Опенгеймер, надо было меня позвать, что ли, на съемки. Я бы отыграл роль, скажем так. Типа, Опенгеймер в молодости. Там пару сцен, знаете. Реально. У нас конфликт. Произошел, кто подписан на мой телеграм-канал с пабликом Рифмы и Панчи, если вы видели. Вот, я вчера на стриме чисто по приколу вкинул такую херину, типа, нахуй послал админа и сказал, что я бы стал на лицо. Чисто по приколу. На что он дал реакцию, зачем-то целый пост у себя выкатил. Ответил на это. Ну, я ему тоже ответил, конечно, да, если кто видел. Что мы наблюдаем и что мы видим в итоге? Мы видим, что многие паблики, Рифмы и Панчи, Риадовка, Двач. Потом мне еще написали, что МДК вроде такой шкуньей стали заниматься. Короче, все они неожиданно в какой-то определенный момент, в одно время, буквально, как будто бы в одно время, резко поменяли свое вот это вот направление, да, по которому они работают. Позицию и так далее. То есть раньше они все были такие полулиберальными какими-то, да, там, ну, так или иначе, периодически выкатывали какие-то посты, там, знаете, которые, там, как-то, возможно, критиковали российскую власть за что-то. Может быть, даже как с какими-то подколами и так далее. Вот. Но теперь это 100% прям такая ватная помойка. Вот. То есть они, например, настолько нализывают и облизывают очко Путину и всему подобному, что просто пиздец. Это так, типа, беспалевно все выглядит. Что рифмы панчи? Что двач? Что рядовка вот этого? Что, наверное, МДК? Могу ошибаться, тут я как бы за ними не слежу. Но раз уж мне люди пишут, то, возможно, что тоже что-то проскальзывает такое. Вот. И я предполагаю, что это все не просто так. Ну, не может быть так, что, блядь, сразу куча известных сообществ резко как-то вот поменяли свою риторику. Что-то здесь не так, ребят. Походу им бабла занесли. Я хз. Вот. Пришли к ним и сказали, ребята, давайте работать. И вот работают. КБ, КБ, ну, КБ, я не помню, как они раньше думали и что писали. Ну, КБ, естественно, тоже, да. Понятное дело. То есть мы имеем, на самом деле, достаточно много таких вот каналов, групп, с достаточно большой аудиторией, с миллионной аудиторией, молодежной аудиторией, которые вот такой хуйней занимаются. И это, блядь, знаете ли, не очень круто. Это стрёмно. А потом удивляемся, что у нас молодежь конченая теперь какая-то. У Неморгена половина админов вата, а половина норм. Ну, за пабликом Неморгенштерн я пока что вроде как такой хуйни не замечал. Чтобы они прям топили за что-то такое определенное. Вот, так что, да, это, конечно, смешно. Алексей Шевцов у себя тоже тут постит, короче говоря, продвач. Мартышка-админ два часа сегодня агитирует за Путина. Собирает на армию и делает посты с людоедскими автографами. Убивать... Ой, осуждаю. А вот что он писал в первые дни войны. Переписал, но что... Подожди. А, 21 февраля, 22-го. ДНР захотел от России военной помощи денег. Бандитам и кидалам из МММ нужно больше денег на создание фейков. Относитесь с пониманием. То есть, видите, да? С подъебом. Новость. Путина пыней называли. Пыней во время заседания Совбеза РФ по украинской теме. Так. Понятно-ка, понятненько. Ну вот, видите, как было, да? Вот так вот. А бум-момент. Мне сегодня очень много людей, скажем так, школьников, начали присылать различные видео, фото. Да, своих, скажем так, уроков, разговоров о влажном. Разговоры о важном. Крым и Севастополь, 10 лет. Майдан показывают, короче говоря, и так далее. Ну вот, да, потом еще. Мне очень много прислали таких видосов. Это уже другая школа какая-то. Вот, потом еще одна школа. Решительную позицию. За их ясно выраженную волю быть вместе с Россией. Мы вместе многое сделали. Но предстоит сделать еще больше. Предстоит решить очень много задач. Но я знаю, я уверен, мы все преодолеем. Все решим. Потому что мы вместе. Слава России! Чешу, блядь. Вот зачем это школьникам показывать? Сидят и просто впитывают Россию-24. Зачем? Ой, блядь. И молчание. А ну а шо они скажут-то? Что? Я на русскими колониями на Южно-Побилеве. На Южно-Побилеве. Ой, блядь. Так, минус дочка. Показывали передачу, сейчас и дальше пойду как-то. Максим, может присиди, я тебя посадил. А вот... Блядь, тут где-то был забавный момент. У нас сегодня очень радостный, светлый, праздничный день. Севастополь из Нурид. Блядь, где эта хуйня? Там, короче, школьники сидят, тоже слушают Путина. Кто-то там начинает смеяться и мучилка говорит. А ну заткнись, типа, не смешно. Че ржешь? Так, спокойно без смешков. А вот... Ха-ха-ха. Блядь. Короче, там, ну, типа, и Путина показывают, они ржут. Спокойно, блядь, без смешков, нахуй. Так, спокойно без смешков. Кстати, интересный вопрос, а что если просто прогуливать эту хуету? Ахаха, и нужно ли по этой хуете писать какие-то контрольные или эссе? Спокойно, спокойно. А где, наверное, свежее, что-то так. Сегодня очень радостный, светлый праздничный день. Уважаемые граждане... Спокойно. Дорогих гражданин... Питывайте молча. ...севастопольцы. А ну нахуй. ...тяжелого, длительного, изнурительного плавания Грым и Севастополь. Ой, блядь, ладно, короче. Давайте обсудим немножко выборы. Вот, итоги и так далее. Видел, что после выборов сказал Дованко в пыне, что их общая задача победить киевский режим? Видел слова, да блядь, видел, господи, сейчас все обсудим, ну. Чего, блядь, видел, видел, видел. А я шо говорил еще вчера, блядь, шо люди хуйней занимаются, за кого вы вообще стоите в очередях, блядь, за этого ублюдка. А вот, собственно говоря, да, антивоенный кандидат Дованко заявил о важности победы в войне с Украиной на встрече с Путиным. Это победить в специальной военной операции и достигнуть устойчивого мира. И я вот про это говорил тоже как раз в компании о том, что очень важно это противостояние не оставить следующим поколением, а решить поколению нашему. Ну и скажу честно, люди во время встреч, они искренне это говорят и так считают, что таким человеком можете быть только вы. Только вы можете решить победить в этом противостоянии. И как лидер страны, ну собственно... И сидит трясется, голос дрожит, блин. И выборы это показывают. Вот я провел более ста встреч, и на многих люди приходили и говорили о том, что я буду голосовать за Владимира Владимировича Путина, а вы нам помогите решить какие-то вопросы. Вот таких вопросов у меня там более набралось... А неделю назад ходил совсем другое, говорил ли? Какие-то мы помогали решить на месте, там, например, пучки удостоверения мамы многодетной, но какие-то остались и будем, собственно, их дальше решать с командой. А что самое забавное, он же все говорил, надо договариваться, надо там остановить это все. Вот. А тут смотрите. Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой, уверенной победой. Я постараюсь быть кратким. Вот опять эту неделю киевский режим... Поняли. Киевский режим. Все. Да, все, киевский режим. Вот так гойда, гойда, бля. Ну да, о чем, ну да. Про Даванкова. Когда ты в заложниках, а они там все в заложниках, ты будешь говорить то, что тебе скажут. Про выборы в целом, результаты нарисованы. Не верю, что большинство кровожадные. Да, да, в заложниках Даванков сидит, блядь. Да ему похуй, господи, он чисто бабла поднял на этих выборах и все. Какой заложник, господи. Я считаю, и я думаю, что он определенно искренне говорил то, что он говорил Путину. А вот как раз таки во время агитации он говорил не то, чтобы прям те вещи, которые бы ему хотелось говорить. Это была вынужденная мера, чтобы собрать голоса, соответственно, какую-то другую аудиторию. Он не мог же говорить то же самое, что говорит Путин или другие кандидаты. У него должна быть своя позиция, своя программа, которая отличается от других. Чтобы собрать своих сторонников. В данном случае он решил работать на нас с вами. Да, потому что нас тоже много. Получилось. Собрал. Что-то собрал. Партии Дованкова, Харитонова и Слуцкого получат около 500 миллионов рублей с федерального бюджета за результаты на выборах, блядь. По российским законам партии, чьи кандидаты на выборах набирают более 3% голосов, получают по 152 рубля за каждого избирателя. Дованков выдвигался от новых людей. За него проголосовали более 3-3 миллионов россиян. Кац кормит, ребят! Я не знаю, Кац вообще в курсе был. Мне просто интересно. И учитывая, как Кац буквально в каждом видосе продвигал Дованкова, у меня складывается такое впечатление, что Дованков ему заплатил. Или Кац в доле находится. Реально, я сейчас не шучу. Это как бы, ну, шизотеория с моей стороны. Я не утверждаю, что это так. Вот, ну, просто Кац так прям конкретно пытался заставить людей, убедить людей в том, чтобы они за него шли голосовать. И по итогу вот такая вот херня выясняется, что, блядь, полмиллиона... 500 миллионов, точнее, полмиллиарда, блядь, хуйню несешь. Ну, я тогда, я не знаю, типа. Ну, он просто как бы карьеру сделал немножко, так, знаете. Накинул пару, пару, скажешь так, голосов. Вот. Ну, там, может, по ревке какой-то, реально, какая-то реферальная ссылка, да, реально. Он по ревке там получил какой-то процентик тоже, Кац. Вот. Ты же говоришь, что результаты ничего не значат, они нарисованы. Но так или иначе, все равно же какое-то количество Дованкову отдали. Да, то есть, понятное дело, за него там намного больше проголосовало. Там не 3,5%, а, например, 15, 10. Но было бы как-то слишком палевно давать Дованкову, да, антивоенному кандидату. Так много процентов. Путин, естественно, этого не хочет. Вот. Потому что это слишком рискованно в настоящее время. Вот. Поэтому ему дали там 3,5%. Но если бы, например, Кац за все это, скажем так, не топил, то, возможно, Дованков и 3% бы не смог набрать. Хуй знает, конечно, я не знаю, как бы, я хз. Там было бы тогда не 3 миллиона голосов за Дованкова, а, например, там 2,5 миллиона. То есть, это так или иначе, все равно было бы чуть меньше. И он бы получил чуть меньше в деньгах. Что за бизнес, сука? Бля, давай! Бля, давай! Бля, давай! Бля, давай! Я думаю, я просила, чтобы ее отправили на Донбасс. Путин побеждает с рекордным за всю историю президентских выборов в России с результатом 87%. Заявил ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, короче говоря. Да, мы, конечно же, верим. Вот, и никто, конечно же, в этом не сомневался. Выборы закончились, страсти улеглись. Можно подводить некоторые итоги. Результаты появки и количества голосов за главного кандидата превзошли показатели прошлых лет. На такие результаты повлияла совокупность внешних и внутренних факторов. В частности, недружелюбная политика ряда стран мотивирует граждан России проявлять консолидацию вокруг лидера страны. Стимулы для голосования рождались также из архитектуры, организации и компании. Акцент, как и писалось ранее, делался на трех тематических линиях. Гордость, уверенность, надежда. Каждый из этих элементов воплощался в полной мере, находя отклик у людей, например, через выставку форума «Россия», фестиваль игры будущего и, конечно, через послание федеральному собранию. Фестиваль игры будущего вам ни о чем не говорит, ребята. Это то самое, вроде как, где наши любимые стримеры с Твича побывали не так давно, рекламируя это прекрасное мероприятие. Около половины голосов за Путина на президентских выборах были вброшены. Показывают расчеты «Новая Европа», блядь. Тану. Половина голосов за Владимира Путина – это фальсификация. Линия показывает количество голосов в интервале явки 1%. Ой, сложно. Ну, короче, накрутили, да. Реально? Серьезно? Окей. Мне даже некоторые подписчики, вот вчера, помните, зачитывал, писали, которые там ходили, собственно, тоже занимались этим. Ну, не прямо, конечно, вкидывали за Путина, но им предлагали это делать за деньги там и так далее. Вот. Но они все равно за Дованкова галочку ставили. Один хуй толку никакого. Ну да ладно. Минус 100 у Дованкова и плюс 100 Путину. Че? Участковая комиссия в Петербурге просто перекинула 100 голосов от одного кандидата другому. Э? В перевычном протоколе участковой комиссии номер 22 указано, что Дованков набрал 156 голосов, а Путин 851. Но уже в ГАСах ситуация иная. У Дованкова всего 56, а у Путина на 100 больше. Аналогичное перекидывание голосов произошло в участковой комиссии номер 35. Ну, нормально, че? И таких вот моментов, я думаю, было очень много по всей стране, в принципе. Путин победил в Вашингтоне. Владимир Владимирович занял первое место по итогам голосования на участке в столице США. 57%. 58, ладно. В Нью-Йорке первое место занял Дованков 37%. Путин получил 36%. Каким-то хуе, я не понимаю. В Хьюстоне Путин набрал 42, Дованков 37. Торонто 52, Путин Дованков 30. Хьюстон, у нас реальные нахуй проблемы. У нас 42% хуйсосов сидят здесь. Какого хуя они тут забыли? Я протестую. Ну, реально. Бля, надо с этим, сука, что-то делать. Я надеюсь, правительство США что-то, сука, в этом с этим сделает. Ну, это реально ненормально. О, 42, братуха. США отключит айфоны всех россиян, заявили в Госдуме. Депутат Горелкин какой-то полагает, что в случае перехода военного конфликта на новую стадию, Apple предпримет меры по отключению всех айфонов в России. А Google отключит неперепрошитые смартфоны на Android. Так, нахуешь вы, ладно. Окей. Да, так и будет, 100% так и будет, да? Полный бред. А как это отключить? То есть, как, типа, как? Ну, как, отключится телефон и все, что ли? Как из розетки вытащили, да, например, там? Как мама в детстве, например, вот моему другу, она компьютер отключала. Она просто из розетки выдергивала, блять, провод, вытаскивала его из компа и прятала в шкафу где-то. Когда он там, ну, я не знаю, тройку домой приносил, ну, три ставили по какому-то предмету, а он был отличником. Она у него провод забирала, он комп включить не мог. Пиздец, вообще. Huawei заблокали же. Ну и что, прям вообще, что ли, не работает? Просто ях и зэ, как это выглядит. А ты думаешь, нельзя заблочить телефон? Да, не, ну, наверное, как-то можно. Наверное, как-то можно. Я просто не совсем понимаю, как это будет работать. Вот и все. Как обычно, найдут обходные пути в России, блять. Вот. И будут также дальше продолжать пользоваться, собственно говоря, айфонами. Обстановка в Нью-Йорке. Не знаю, кстати, не могу подтвердить. Но якобы, якобы в Нью-Йорке был вот такой баннер. Могу предполагать, что это может быть фейком, кстати говоря. Потому что раньше уже были такие новости. Вот. А потом оказывалось, что это фейк. Не было такой рекламы на Таймсквер. Но такое вполне возможно тоже. Вот. Там за 80 долларов ставят. Именно здесь нет. Есть пару баннеров на Таймсквер, которые можно использовать за определенную небольшую сумму. Но на этом месте, там нельзя так сделать. Там надо именно выкупать. И это будет дорого стоить. Вот. Так что да. Не все баннеры там за 80 долларов продаются. Вот такова жизнь. Если вы хотите узнать мое мнение по поводу, демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократичны. И наоборот, в некоторых странах, ну, например, в вашей стране, разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов? Используя в том числе и судебные инстанции. Поняли? В США выборы не свободные, ребят, небократичные. На Трампа в суд подали, блин. Тем не менее, он все равно кандидат в президенты и будет принимать участие в выборах. Но почему-то вот все равно. Вот как бы сравнить-то надо было, как бы стрелочку метнуть. Тем временем в России ни одного нормального кандидата так и не допустили к выборам, да, которые бы могли дать реальную конкуренцию какую-то, Путину, например, да. Вот. Поэтому имеем, что имеем, да. Вот. Людей всех запугали. Настоящих кандидатов и те, кто мог бы соперничать с Путиным по-настоящему, посажены в тюрьму, убиты или уехали. Так называемая оппозиция в России сейчас отсутствует напрочь. Все эти СМИ, так называемые, оппозиционные, которые могли бы транслировать иную позицию, они недоступны. Они все, иностранные агенты, они все заблокированы, короче говоря. Вот. Ну. При этом Путин утверждает, что это демократично. Хорошо. Вы рассказываете мне почти 40 минут про историю России, про Рюриков и так далее, но я спрашивал, почему вы вторглись в Украину, нарушив все международные законы. Вы могли бы мне дать прямой ответ? Я не совсем понимаю, какие ответы вы хотите от меня услышать. Вы что хотите, чтобы я сказал, что я на старости лет ебу дал или что? Типа старый долбоеб дал в штангу, да? Блядь, ну вы же понимаете, что я не могу такого сказать. Поэтому я и наваливаю всю эту хуету про неонацистов и Рюриков. Но не забывайте, что у меня всегда есть сильный козырь в рукаве. Какую бы хуйню я только не нес, мои рабы в России все схавают и даже не подавятся. Что, блядь? Это что, это то, что не вошло, типа? Ну ладно, что, бывает. Бывает, бывает, забавно. Там Максим Кац и другие у себя в Твиттере что пишут? Мне кажется, акцию «Полдень против Путина» надо теперь проводить на всех голосованиях. Получилось отлично и мотивирует людей приходить голосовать. Спасибо большое каждому, кто пришел сегодня на участки в полдень. Вы лучшие. Как же нас с вами много. Спасибо всем, кто пришел. Вы лучшие. В явках на выборы президента ВРФ в 24-м году стал рекордный. Ха-ха. Интересно, почему? А это что-то, кто это? Что это за канал такой? Благодарю сторонников ИБК и других оппозиционеров, которые пришли на выборы Путина и легиметизировали процесс. Но я уже слышу... Что? А-а-а! Я уже слышу мирных оппозиционеров, что в ЦИК врет о явке. Ну погодите-ка, а нахуя вот тогда на выборы-то ходили? Чтобы Путин не набрал 100% при 90% в явке? Вы, Олег Афрены, ходили голосовать за исключительность системных кандидатов? Или просто рисовать хуи на бюллетенях, чтобы покривляться перед своими червивыми, бесполезными друзьями? Просто масса дебилов. Прямые потомки и наследники режима, где можно было голосовать за одну партию. Рад, что в России есть растущее партизанское движение. Рад, что есть русские добровольцы в рядах РДК и других. Ничто, кроме коренного сотрясения, не просто режима, а России вообще и не поможет. Пусть живет дело всех... Бля, что это? Я не знаю, что это за канал. Paint it Black. Марго написал? Я не знаю, что это за паблик такой. Может, второй телеграм-канал этого Uber-маргинала? Привет, Хес. Ссоришь, может, не в тему сейчас, но ты смотрел интервью Каца Шихман. Он там говорит, что российская оппозиция фактически провалилась как явление и объясняет почему. Он также говорит, что он больше как психотерапевт для россиян. Он не готов жертвовать собой и так далее. Плюс говорит о том, что начало войны в России фактически закончило любую возможность мирно поменять власть. Но он не собирается убеждать людей, что время для политики мирной закончилось. Хотя это по факту так. Ну, не видел. Подожди, а это новый подкаст какой-то или что? Российский Аристоевич? Ну, это какая-то странная у него позиция. Да, почему не может людям... Блядь, ну... Психотерапевт? Окей, может быть, имеет место быть. Типа успокаивать людей. Но в то же время это может и вред принести этим людям в будущем, да? Потому что пока он их успокаивает, эти люди не предпринимают каких-то серьезных действий, да? В своей жизни в том числе, чтобы что-то поменять. Я не говорю идти на Кремль. Нет, ни в коем случае там. Вот. Никого не призываю. Но так или иначе, в своей жизни хотя бы что-то поменять, да? Вот. Поэтому хуй знает, как тут... Что тут... Не, если он реально такое говорил... Тогда очень странно, когда сторонники КАЦ на меня пиздят. Хотя я говорю по сути то же самое. А тут, оказывается, и КАЦ так же думает. И в итоге, как бы... Тогда какие ко мне претензии могут быть? Что за бред вообще? Ладно. Вчера только на эту тему спорили. Вы, вы, ну, среди вас тут есть такие люди. И тут... Вот что получается, блять. Голосовал? Не, я не ходил. Большое. За 50 тысяч. Вы что, нахуй? Что ты делаешь? Да, хуй ты бегаешь? О, это, походу, бан. Пермач за подобный клип. Не, не, Путина не удаляйте. А вот... А ну все, уходим. Ладно. Можно ребанить, в принципе. Небольшая база есть. Леди Диана поделилась фотографиями со своей мамой и сестрой. Подписчики оказались в шоке от внешнего вида младшей сестры Дианы. Девочке еще только 10 лет. Ёп твою мать, это шо такое? Пиздец. А кому тут 10 лет? Им всем как будто бы по 30 уже. Это ей 10 лет? Вот и гей? Ёбаный ужас. Подожди, а где тут мама? Вот это мама, наверное, да? Это сестра, да? Или наоборот. Я не могу определить. А это та, которая 10. Мне страшно представить, как бабушка выглядит. Если она там, конечно, есть. Жесть. Почему сегодня вы пришли голосовать за Владимира Путина? Правильно я понимаю? Смотрите до конца голосование в Нидерландах? Да, правильно. Почему? Потому что я за нашу Россию. Потому что у нас, я верю в то, что он тот, который выведет нашу страну из этой ситуации, куда мы в международной политике сейчас оказались. А вы давно были в России? Я была в России где-то после 2008 года. То есть... Бля, было бы очень здорово, если бы всех, кто за границей голосовал за Путина, депортировали нахуй обратно в Россию. Вот буквально, вот прям вот так. Пришли домой, сказали, вещи собирайте, блядь, вот вам билет. Причем оплатили бы им билеты, похуй. Ладно бы, оплатили билеты там от государства. Но нахуй бы их всех послали. Просто депорт всех, блядь, кто за Путина голосовал. Ну, серьезно. За что? За то, что они хуесосы ебучие. За то, что раз они, блядь, за вот этого вот голосуют, пусть и при нем и живут там, в России. Потому что мы видим, что делает этот кандидат, за которого они голосуют. Так пусть они это прочувствуют на себе, сами, там. Ну, там. В России. Находясь там, в России. Последний раз мы были в России в 2008 году. Ой, извините, обманула. 1998. Сука! Ебать! То есть она при Путине даже не жила никогда, нахуй. Но идет, сволочь такая, голосует за него? Что, блядь? В 1998 году. Это просто пиздец. Какие же сволочи, сука, а? Да. У меня... No comments. А это что такое? Испания. Нельзя? Иди отсюда, во свое консус! Иди отсюда! Нет, вы нет! Господи, я не могу, блядь, что это вообще такое, блядь. Нет, вы нет! Нет, вы нет! Ебать, накинулись. Как нет войне? Нет войне! 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 Что, блядь? Нет войне! Дан вас! Что происходит, блядь? Нет войне! Нет войне! Нет войны! Чё Донбасс то, бля, чё ты орёшь? Донбасс на... Нет, нет войны! Нет войны! Ну дай баз, бля! Сука... Что за ху**я? Нет, 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 нет! Россия будет свободной! Фашисты вон от... Путин! это пиздец вот вот так люди теперь живут это вообще я не знаю зеленский фашист нет путин фашист не ты фашист нет вы фашисты на все фашисты и кто фашист блять в итоге то блять еще теперь в германии бля может нахуй эту демократию всю реально давайте вот как-то ну серьезно ну я просто хочу чтобы всех депортировали в россию а то из-за этой демократии мы не можем это сделать да ну свобода там туда-сюда ну имеют право находиться в германии например да или там в америке там вот эти же вот сторонники путина то блять ну заебало ну реально нахуй всех депортировать и все ну да да придется потерпеть там кое-какие запреты там и так далее но к черту это давайте диктатуру в европе и в америке я зато этих нахуй сразу блять так демократии не мешает их депортировать нужно просто закон принять и все ну так давайте додумать тогда закон принимать придумывать что-то ну это же пиздец так а это кстати шевцов все в тг написал этим теперь он терпилом вообще нормы жить в стране которая одна из лидеров по поставкам оружия платить туда налоги работать на ее экономику и так далее притом от них там ни единого митинга против поставок не было хотя в германии это можно они не способны оказались даже на это одно рукой они вкидывают за человека который объявил экзистенциональную войну с западом другой рукой платят этому западу налоги покупают там недвижимость и не планируют уезжать но это какое-то реальное лицемерие получается пиздец в молдове можно спросить с каким настроением вы пришли сегодня не мы это не видели на выборы отлично как влияет выборы россии как влияют на то что происходит в молдове на жизнь молдове вы знаете я даже не знаю как влияет потому что я не не очень политики разбираюсь но всегда голосую когда проходят выборы в россии я всегда здесь голосую уже 20 лет поэтому думаю что как-то наверно влияет не знаю не могу сказать а вы поддерживаете то что происходит в россии а что происходит в россии ну например что россия атаковала украину как это вы так считаете что она так атаковала я не считаю это происходит происходит прямо сейчас ну слово уже два года слово вы подобрали не совсем правильно атаковала а как как правильно наводить порядок пришла это пиздец вот сидят вот такие вот тоже да в молдове уже и наверное тоже ждут когда придет путин уже в молдову наводить порядок 20 лет там живет чего он там живет непонятно нет это если что твоя зрительница да ну перемачь бы и прописать такой зрительнице нет в Украину вы так думаете да я так думаю а это нормально убивать людей это означает наводить порядок да наводить порядок точка Ларивидери что блять а здесь тоже собираетесь наводить порядок мне уже поздно наводить здесь порядок мне 71 год Ларивидери кто вы надеетесь что россия здесь наведет порядок не хочется вам грубить но так я бы с удовольствием это сделала Ларивидери вот именно поэтому я и за то чтобы все кто за Путина голосуют за границей их депортировали в Россию эти люди опасны блять они не должны находиться здесь ни в Америке ни в Европе ни в Молдове нигде либо еще их надо выпинывать нахуй серьезно каждого блять подобного хуесоса они опасны они реально опасны блять потому что они сука сидят и ждут и в случае там какой-то реальной уже войны блять третий мировой вот эти уебаны блять начнут всякую хуйню делать я предполагаю в разных странах я не знаю чего запад ждет реально потому что это не норм хайзус нацист я не нацист это они как раз таки нацисты ты же буквально посмотри что бабка говорит нацист блять это они нацисты и должны поехать на свою родину я же не говорю их убить или еще что то да нет конечно не дай бог нет я даже в принципе говорю что пусть им оплатят билет до их любимой родины в чем проблема а если маленький пушистый котик будет за то ты тоже его хочешь выкинуть да нет какой выкинуть ну просто его в россию отправим этого котика пушистого и пусть там живет эээ что значит выкинуть не не нет не а чё ему плохо что ли думаете будет в россии котика Одет его там как своего примут Он же свой, реально А че? А че? В Московской области На избирательном участке Номер 721, председательница комиссии Какая-то там Предложила наблюдателю пойти нахуй И тут написано про последовательное и гласно И это жесткое нарушение инструкции Что два разных действия Что? Простите, вы сказали это на видео Вы послали меня? Да, тебя послали, иди нахуй Все Нарушения нашел какие-то? Да ты шо, охуел? Иди отсюда Тебя никто не спрашивал Сейчас он как возьмет фонарик Как в лицо посветит тебе фонариком, блин Договоришься Вообще охренела, да? Шо она вообще, блин, такое выдумала? Короче, в Белоруссии Арестовали какого-то, задержали Какого-то популярного игрового стримера Виталия Казунова Правильно, я не знаю Неправильное ударение поставил За БЧБ аватарку Приближенный к силовикам Телеграм-канал какой-то там Опубликовал видео с задержанным игровым стримером Виталием Казуновым На видео Белорусс говорит Ну, короче, надо просто видео посмотреть Че нам читать-то эту новость? Приветствую вас, дорогие друзья Большое спасибо, что подключились И в 20-м году Я в социальной сети Facebook Было опубликовано Канал, который принадлежит белорусским силовикам Опубликовал видео, в котором Виталий Казунов С канала XBT А, XBT Не знаю, правильно или нет Оправдывается за публикации 2020 года С моей стороны БЧБ символика Естественно, в чем я Раскаиваюсь О чем уже трижды пожалел Особенно за сегодняшний день Он, кстати, зэтник? Кроме этого, в процессе следствия Было выяснено, что В 2017 году Я на своей странице Facebook Опубликовал забавную фотографию Где чернокожая девушка В нацистской форме Послуждаю Как бы шутки шутками Но нацистская символика Остается таковой Запрещенной, естественно И из-за этого, да Придется понести Заслуженное наказание Че, блядь? Он со Стасом сидел Базарил И дружит Ну че, значит все, блядь Заслуженно, реально заслуженно Что, пусть хавает теперь От того, что, собственно говоря И поддерживает В жизни это не игра И в социальных постах Нельзя нести ту информацию Которая запрещена по закону Ой, блядь Карма все-таки существует Надеюсь, с остальными будет так же Привет, Джимбосс В Нью-Йорке Есть украинский ресторан Веселка Сегодня ему исполнилось 70 лет Обязательно туда сходи Я был в этом ресторане Неоднократно Вот И я помню Как однажды Я прихожу туда Сажусь за стол И из-под стола Вот так Выползает таракан И начинает бегать По столу, блядь Я обосравшийся Такой, типа Эээ, блядь Пока там, соответственно Отходил от этого шока, блядь Он убежал За стол спрятался Я такой, пиздец Пришел похавать, блядь Просто таракан Бегает по столу What the fuck, нахуй Мазафака, блядь Ну я все равно поел В итоге Просто пересел на другой стол Но как-то, знаешь ли Не знаю Неприятно было Че, блядь Монстройбанс ловил на кике Туюта Не понял, блядь Член показал Туюта Че, вообще дурак, нахуй Он же собирался завтра С Моргенштерном стримить Он ему лям задонатил Разве нет? Нахуй он член показывать Начал-то Совсем захуярил Зачем, если он лям дал Моргену Чтоб завтра с ним постримить В итоге забанил себя Он не показал Просто было видно Начало хуя Туюта Что нужно сделать, блядь Чтобы Начало хуя Спалить Туюта Почему я за все 12 лет Начало своего хуя Не спалил А он Каким-то, блядь, образом Это сделал У него что там, блядь Болт огромный какой-то Прямо шестанов торчит Спрятать невозможно Или что? Или у него От мыслей От того, что он будет С Моргеном стримить У него хуй выли, Саша Я не понимаю Типа, что за бред? Ой, блядь Он блевал на стриме Им бы из-за этого Че, блядь Хуй выли Блевал на стриме Что там происходило, блядь Господи Туюта Он блеванул Туюта Зубарев один рашни Спалил Ну так, Зубарев спалил Реально случайно То есть Там как бы была Такая ситуация Скажем так Блеванешь за 10к? Нет, конечно Там донатер сказал Что у него Через 4 месяца Спадет онлайн До 30 тысяч А он ему член в ответ Показал В придачу От перебора Алкоголем Блеванул Че, блядь Ладно Ну теперь из-за этого бана Я не знаю Насколько этот бан Реально онлайн упадет Бля Блевать свина Сколько он выпил бочку Я однажды бревал свина Ну мне Сколько было 19 лет, по-моему Я тогда с родителями жил И Сидел за компом У себя в комнате Закрывался И че-то мне в голову ударило Я такой, бля Бухнуть хочется А у меня тогда денег Немного было Че-то 100 рублей Я пошел в магазин Такой думаю Ну Надо че-то купить Пивка Потом смотрю вино Я такой О, надо вино попробовать А я до этого вино Там как бы пробовал Ну мало Я такой Надо вино попробовать Купил бутылку 0,5 А нет 0,7 по-моему Дешевое какое-то Вонючее вино Блядь Пришел домой Незаметно так Знаете Бутылку там Оп-оп Ну и начал Родители спать легли А я сижу В комнате у себя Ночь Я пью вино И я выпил Всю Нахуй Бутылку По-моему Если я не ошибаюсь Или почти всю Ну прям Нормально Так до хрена Выжрал И меня Разъебало Ну и шо в итоге Ну мне стало хуёво В какой-то момент И все Я начал блевать Вот так вот и можно Да Тем более Если вино Если вино дерьмовое А ой Мне пеннис Молстроев Блядь Блядь Пиздец Ой Ёёй Ёй Эй Эй Почему ты выбрал Именно его Ты можешь не отвечать Промолчай Вы слышали звук Почему ты выбрал именно его Ты можешь не ответить Пиздец Бля, короче, мне все скинули И Блевоту, и Писун На В чем Молстрой пишет Охуеть, кик забанили, я всего лишь яйца показал Блин, реально Всего лишь яйца Ну там не только, там член Что за баннер, я вообще не понимаю Реально А в США, а в США, а в США, а в США Тут есть человечная И царя США А в США, а в США